Школы, больницы и дома к зиме готовы только на 63%. Но представители тепловых сетей уверяют, отставания от графика нет. Работы идут даже с небольшим опережением, если сравнивать с прошлогодними показателями. Мы планируем завершить все работы 25-1 октября. С завершением. Это технологическая часть. Остальную работу по благоустройству мы планируем завершить в первой декаде октября. Работы по подготовке к отопительному сезону в городе на стадии завершения. Большинство старых труб заменены на новые. Это позволит избежать аварий. Благодаря этому жители города будут обеспечены бесперебойной подачей тепла. На обновленных сетях провели необходимые испытания. Специалисты сразу устранили все выявленные при проверке нарушения. По состоянию на текущий день из запланированных 30 километров объемов реконструкции выполнена перекладка порядка 20 километров. Это составляет 63%. Все запланированные переходы магистральных улиц выполнены, кроме одного. Все проводится установленным по графикам сроки. А вот с теми, кто не успеет уложиться в срок, разговор будет короткий. С безответственными подрядными организациями расторгнут договор. При этом будет сокращена и оплата за работу. Об этом на заседании штаба отметил заместитель Акима Ерлана Укенов. После 25-го мы все работы будем приостанавливать. До всех довозим. В этом году строят и реконструируют рекордное количество водопроводных и канализационных сетей по городу. Общая протяженность ремонтируемых труб 500 километров. Сейчас работы ведутся на 107 участках. Все это в будущем сократит износ инженерных сетей, говорят специалисты. 317 километров водоснабжения и 244 километра канализации. В текущем году предусмотрено начало строительства. Сдача в следующем году. Соответственно, более 500 километров сетей будет построено издано, что обеспечит доступ к централизованным и качественным системам водоснабжения и канализации более 10 тысяч абонентов. Активно ведется работа и по обеспечению горожан природным газом. На данный момент разрабатывается проектно-сметная документация. И уже в следующем году голубое топливо начнут проводить дома жителей, проживающих в присоединенных территориях мегаполиса. Таким образом, до 2020 года Алматы будет полностью газифицирован. Мадина Исюбаева, Мурат Тайжан, Телеканал Алматы.